Привет и здравствуй! Сегодня у нас на обзоре украинское жижело-жижлишечное жижилище с таким названием интересным как бон шейкер. Все слышали и видели это жижело, разумеется, но я просто обязан сегодня о нем поговорить. Манки-бар. Сладкий вкус спелой клубники, спрятан в воздушную мякоть бананового крема и увенчан только что слетевшими со стрия ножа тонкими дольками тропических фруктов. Это вся сочность тропиков, отданная освежающему десерту, а затем вашим рецепторам. Почему-то мне на первом вдохе кажутся фруктовые кольца. И бананокрем, и клубничный крем все здесь есть безусловно. Я не могу сказать, что жидкость идет мимо, просто сами фруктовые кольца мне уже немножко поднадоели. Но эта штука вкусная, парить ее не просто можно, но и нужно. Следующий вкус, друзья, это лоурайдер. Некоторые вещи просто прекрасны. Загорающие под знойным солнцем золотые ароматные апельсины, сверкающие в стакане кубики льда и кислые капли сока, бегущие с сочных долек лайма, что вместе на вкус как беззаботное мгновение отдыха. Это действительно какой-то очень вкусный коктейль и почему-то мне кажется, знаете, как газировка что ли, содовая. Вкус безусловно свежий, он приятный, он, наверное, даже летний, он без калады, здесь нет вот этого вот холодка, ну, точнее, он есть на выдохе и совсем-совсем-совсем чуть-чуть, в самый раз. Wellspin, цитрусы, фрукты Монпансье, россыпь ароматных конфет-стекляшек, которые таят во рту. Острые сахарные песчинки, покрывающие леденцы впитываются в язык, а сочные цитрусовые нотки пощипывают его, и нет никаких сил остановиться, друзья. Вот так вот. Да, безусловно, фрукты, безусловно, цитрусовые здесь присутствуют. Ну, почему-то вот тот самый вкус Монпансье, который я помню с детства, я здесь не ощутил. И вот выпечка мне лезет. Как так вышло, я не понимаю. Перейдем к следующему вкусу, и это Full Throttle. Мягкий сливочный вкус с густыми тонами спелых, сочных апельсинов, намеками на заварной крем и легким ванильным послевкусием. Давайте искать. Вот это вот, простите, вот это вот самый раз, как по мне же, жилище. Очень вкусно. Вот яркий апельсинчик, мягкий кремчик. Вот в самый раз, в самый раз. Следующий вкус называется Pink Slips. Мы выжали все до последней капли радости из свежих персиков, уравновесили вкус кислинкой дикой земляники и дополнили мягкостью зефира. Лучшее, что может предложить лето. Намек на лето, наверное, должна быть Калада. Но нет, нет, друзья, нет здесь ее, наверное. Вкус, если честно, первый боншекер, который я попробовал, это был Pink Slips. Ею со мной поделился мой друг. Это была реально вкусная жижка, она мне понравилась, она мне зашла, и я ее парил. Что касательно самого персика, очень важный факт. Здесь персик, тот персик, которым он должен быть, друзья. Потому что кучу жижек перепробовал с запахом и вкусом персика, но там этот персик, он какой-то странный. Такое ощущение, что вытягивали вкус персика не с мякоти персика, а непосредственно возле косточки. Поэтому те жижки были какие-то керки, что ли, горькие. Здесь персик такой, какой он должен быть. Он сладкий, он приятный, он ароматный, он прям вот персиковый. Ну и следующий вкус это Min Machine. Минная машина, друзья. Что же нам говорит производитель об этом вкусе? Густые взбитые сливки, миниатюрные зефиринки, смешанные с сочной, созревающей под жарким солнцем, спелой клубникой, лопающиеся во рту. Три наиболее знаменитых ингредиента в истории сливочных десертов и гарантия дрожи в коленях. Вот даже описание в руки возьму. Густые взбитые сливки? Да. Зефиринки на выходе, скорее всего. На выдохе, точнее. Клубника, да, на вдохе есть не слишком ярко выраженная, вот сбалансированная клубника. Да и в целом жижлище-то, в принципе, очень даже годное. Мне только непонятно гарантия дрожи в коленях. Дрожи в коленях жижка не вызывает, она приятная. Меня уже практически, наверное, не видно, но следующий вкус называется рок-н-ролла. Иногда нам нужно что-то большее, чем просто молоко. Может быть, это густое молоко, в котором еще чувствуется еле уловимый хруст крошечных кусочков золотых медовых хлопьев. Что делает этот выбор таким очевидным? Молоко и густой карамельный мед, они просто должны быть вместе. И здесь вот соглашусь абсолютно на все 100%. То, что ребята написали, то я и чувствую. Но мне опять показалась выпечка, ну, я ее спутал, да, мой мозг меня обманул. Это были все-таки хлопья. Это очень вкусное жижлище, которое я парил очень давно и очень много. Поэтому, я думаю, этим я сказал все. И последний на сегодня вкус, наверное, не последний, а крайний, потому что, я думаю, кроме этих восьми вкусов, ребята сделают скоро что-нибудь свеженькое. Вкус называется Road Captain, капитан дороги. Густой аромат печенья с терпким привкусом корицы и легкими нотками ванили. Ходят слухи, что если вы прислоните ухо к бутылочке, когда открываете ее, то можете услышать потрескивание готовящегося печенья. Нет, я не слышал. Правда, я пробовал и не слышал. Честно. Корицы в самый раз. Я акцентирую на это внимание, потому что многие производители очень любят напихать корицы дохренища. И ты паришь просто одну корицу. Здесь какое-то вот болочное такое мягенькое вкуснейшее печенье. Чуть-чуть-чуть корицы. Это просто прекрасно. Без преувеличения. Ну что ж, друзья, меня уже практически не видно в кадре. Это был Виталий и это был Бон Шейкер. Украинская жишка. Очень вкусная. Сегодня не будет никакого топчика, потому что всю их линейку я парю, в принципе, постоянно. Она мне не надоедает. Она прекрасно подходит на повседнев. Ругать, в принципе, не за что. Я не нашел, за что, ребят, поругать. Все вкусно, все очень годно. И ценник вполне себе приемлемый. Ценник был в начале ролика. Не забываем подписываться на канал и ставить лайки. С вами был Виталий. До встречи.